Департамент образования не будет заниматься вопросами опеки и попечительства. Эти функции переходят от Министерства образования, науки и молодежной политики региона к Министерству социальной политики. На местах также всё приводит в соответствие, рассказали депутатам на заседании социального комитета Гордомы. Поэтому с 1 января этим в Сарое будет заниматься отдел социальной политики администрации. Для горожан ничего не изменится, кроме места обращения. Также на комитете рассмотрели ходатайство от городской организации ветеранов о награждении почётными грамотами. Просит наградить почётные грамоты следующих граждан. Это Зырину Инну Александровну, заместителя председателя Совета ветеранов 4-го микрорайона и Сазону Виктору Васильевичу, председателя Совета ветеранов исковой части 32-74. В этом году ветеранская организация исполнилась 35 лет. К этой дате прошло много мероприятий. Участники получили заслуженные награды за развитие ветеранского движения. Но награждение почётной грамоты города – это полномочия городской думы. Первая – это Зырина Инна Александровна. Всегда безобразно выполняет и поручения, и сама является амнициатором проведения различного рода мероприятий. Сазонов Виктор Васильевич, председатель Совета ветеранов войсковой части, на счету организаций, в которой он возглавляет более 500 ветеранов-военнослужащих, заслуженный ветеран города Сарово, заслуженный ветеран Нижегородской области, ведёт активную такую работу Совета ветеранов, потому что в нынешних условиях это сложно. Но несмотря на это, Виктор Васильевич достойно справляется. Депутаты единогласно поддержали ходатайство о награждении и отправили вопрос на думскую сессию. Ещё одна тема, которую подняли на комитете, касалась арендной платы за помещение, которым пользуется территориальная профсоюзная организация. До 2017 года плату с неё не взимали. Затем установили льготный коэффициент 0,01%. Но в 2021 году договор об арендной плате закончился, и профсоюз вынужден оплачивать полную стоимость. Председатель организации Марина Еминцева попросила вернуть арендную плату со льготным коэффициентом. Это предложение единогласно поддержали и отправили на думу. Екатерина Опёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.